Я не буду эмоционально говорить, я буду прагматично говорить. Никто меня не обвинит ни в толерантности к этой власти, ни в толерантности к вашему оппозиционному блоку. Дело не в этом. Дело в том, что всего лишь два тарифа, вернее две коммунальных услуги осталось у народа. Это квартплата, как мы ее называем, и вывоз мусора, тарифы на которые регламентирует городская власть. Все остальное на сегодняшний день у громады города и у ее представителей забрано наверх. Это НКРФ. Все это прекрасно понимают. О чем я хочу сказать. Городская власть на сегодняшний день должна эти два тарифа устанавливать настолько прозрачно и настолько в рамках действующего закона, чтобы ни у кого не возникло даже малейшего сомнения в его правильности. Понимаете в чем дело? Есть 869, если мне не изменяет память, постановление Кабинета министров. Там на 20 страницах расписано только про квартплату. Вот эту процедуру городская власть должна пройти, если тариф изменяется в большую сторону. В меньшую сторону. Вот о тех 15%, которые говорите, поверьте мне, их никогда не было. Было просто два решения. Два рубля и руб 80. Это нигде про 15%. Так вот, Конституция разрешает городской власти делать нам лучше. Но Конституция не разрешает вот этим решением Конституционного суда делать нам хуже. То есть нельзя отменить одно решение, в результате которого нам будет немножко хуже. О чем я хочу сказать. Я глубоко сомневаюсь, что тарифы 2012 года и тарифы 2011 года хоть чуть-чуть на сегодняшний день являются экономически обоснованными. Потому что зарплата поднялась минимально в два раза, а тарифы на электроэнергию в три раза. Я не буду говорить там об ГСВМах, о стоимости лопат, держаков, мёд и так проще. Никто не знает. Стоп. Мы сейчас... Послушайте меня, пожалуйста. Да слушайте, услышьте меня. Я сейчас говорю не о том, как живет страна, а насколько честно должна быть городская власть, устанавливая только на те два тарифа, которые в её компетенции перед горожанами. Чтобы вот с плакатами нельзя было выйти. Я, допустим, возмущен тоже тем, что на сегодняшний день нигде нету структуры тарифа. Есть перечень услуг и есть периодичность. А вот что, сколько копеечек стоит? Нигде нет. Я тоже этим возмущен. И с этим нужно сражаться, с этим нужно бороться. Вот сидят представители, вот сидит Сергей Сереж, извините. Все мы понимаем, о чем мы говорим. Этим нужно глобально заниматься. Нельзя одним сделать на 20 копеек дороже. Народ пришел, то есть, Сергей Анатольевич, поймите правильно, народ пришел не потому, что дороже, а потому, что они не понимают, почему она стоит. И вот когда, я не возражаю платить по 4 рубля, но я хочу знать за что. Алексей Григорьевич, я прерыву вашу промоку. Мы заметили, что волнуют людей, которые пришли сегодня с плакатами, да, и какую часть внимания они уделяют тарифам. Мы настолько глубоко не разобрались с обоснованностью данной ситуации. Я продолжаю, не перебиваю. Я очень внимательно вас слушаю. Так вот, Алексей Константинович, в 2011 году, когда принимали тарифы, прошли общественные слушания, прошли все оборудования, расчеты. И сегодня никто эту работу не ставит под сомнение. В том же 2012 году было принято понижение на 15%. Нету цифры 15% ни в одном решении исполкома. Алексей Константинович. Есть два решения. Одно решение. Сергей Анатольевич, не вводите. Вот понимаете, вот сейчас вы говорите это, и людям это непонятно. Не перебивайте, я продолжаю. Имейте возможность выслушать. Раз вы уже так все заплатили трибуну, да? Я могу. Имейте возможность выслушать. Так вот, о повышении тарифа никто на сегодняшний день необоснованно речи даже не ведет. Но, вы правильно перечислили, подорожание электроэнергии, ГСМ, заработных плат за этот период времени. И это проблема, которую надо адресовать народному депутату и нашему правительству. Почему несоответствие тарифов на сегодняшний день, уровня минимального проживания в стране, заработных плат и пенсии? Да, на чем с этим вопросом идут в город? Пусть один скажет, давай скажем. И сейчас я расскажу вас за эти тарифы, а не я вас покажу. Так вот, Алексей Константинович, сегодня мы этот вопрос проголосуем за основу. Дадим возможность тем, кто пришел сюда и всем необорудовательным горожанам, изучить глубоко неповерхностную ситуацию. И говорить не о том, что происходит у нас в городе вообще взагалей, а конкретно по теме повышения или отмены предыдущих решений. Такую возможность мы предоставим. Откроем двери, соберем эту аудиторию всех желающих и проведем консультации разъяснительные, почему именно так. А на следующий исполком уже будет соответственным решением из понимания, в том числе, вашим к этому вопросу. Но, если не обращать внимания на повышение стоимости других услуг, на сегодняшний день некем будет заниматься и нечем будет управлять нашими многоэтажными домами. Поэтому, вполне взвешенное решение, шаг навстречу вам, общественности. Мы берем паузу на две недели. Из этих две недели до следующего исполкома объясняем нашу позицию. Оппозиция по верхней мере аргументирована. У меня по данному вопросу все. Позвольте, пожалуйста. Позвольте, пожалуйста.